здравствуйте товарищи в данном ролике я вам покажу то как я для себя настраивал и устанавливал некоторое количество приложений начнем мы конечно же с русификации всей операционной системы включая терминал как я вам говорил в предыдущем ролике по установке арча то есть локализация системы и терминала данный момент у нас проходит открываем через судо на на эти си local . ген файлик естественно вводим пароль и раскомментируем строчки нужные именно вам в моем случае это иен юс утф 8 и ру ру утф 8 раскомментируем следующим образом убираем решетку то есть ее удаляем нажимаем control x на система спросит хотите ли мы сохранить изменения при выходе мы естественно соглашаемся система спрашивает куда сохранить естественно в этот же файлик он будет выбран по умолчанию нажимаем enter и все готово с этим файликом у нас на данный момент все далее пишем суда на на эти си local.conf то у нас было локал ген это около ком здесь у нас уже есть подготовленная строчка ланг равно но вместо си мы туда пишем ту локализацию которую хотим видеть у себя в системе на данный момент я хочу видеть у себя ру локализацию поэтому пишу ру нижнее подчеркивание ру утф 8 вы же естественно можете писать все что угодно какая вам локаль нужно то и пишите нажимаем control x соглашаемся нажимаем enter все сохраняется и выходит из редактора этого далее сюда на на эти си в консоль точка конов это локализация уже именно консоли то есть терминала пишем кеймап равно ру и выбираем как шрифт который нам подходит пишем фонд равно кур тире или кир тире сам 16 control x и с enter готово все сохранено файлик изменен далее переходим в параметры системы или систем сеттинг открываем нажимаем language нажимаем этот language выбираем ру ну или тот который нам нужен нажимаем от то есть добавить и стрелочку вверх сделать его основным применяем эту настройку нажав apple apple короче да вы поняли дальше формат и везде выбираем то что нам необходимо в моем случае это ру поэтому везде у меня выбирается ру вы же можете оставить по умолчанию или выбрать тот формат который вам необходим обратите внимание что есть несколько ру вариантов поэтому не перепутайте и надо иначе может быть что-то не до конца русифицировано или не совсем правильно переведено не так как хотелось бы именно вам далее мы естественно после перезагрузки системы вводим sudo local telegen и все у нас отлично происходит после этого мы закрываем консоль q и и перезагружаемся в принципе предыдущий перезагрузку можно и не делать можно один раз перезагрузиться дальше уже запускаем параметры системы и мы видим что у нас пишется все на русском для того чтобы использовать мышку как мы привыкли как скорее всего мы все привыкли в операционной системе семейства microsoft windows выберите выделяет объект и применить тогда вы двойным щелчком мыши будете открывать одним щелчком мыши будете выделять на мой взгляд это привычный пока не бери может быть кто-то в кд и переучился но у меня вот так переходим внешний вид оформления рабочей среды оформление рабочего стола здесь можете выбрать то как вам нравится я же здесь пропускаю оставляю по умолчанию заставку я выбираю оксиген или оксиген потому что мне она больше симпатична анимация там все дела но вот это вот понимаете да в принципе почти бесполезная штука но глазу приятно также нажимаем применить и приступаем к дальнейшим настройкам выходим из внешнего вида и выбираем запуск и завершение здесь вход в систему sddm если установили какой-то другой загрузчик не sddm то тут я вам к сожалению не могу ничего подсказать может быть придется какую-то отдельную утилиту скачивать выбирайте нужны вам оболочку внешний вид и применяете спросят пароль пароль вводим и все хорошо у нас управление сеансами начать пустого сеанса то есть после перезагрузки у вас будет грубо горе с чистого рабочего стола они запас каких-либо приложений локализация даты и время можете выставить установку даты и времени автоматически или сделать вручную к примеру выбрать свой часовой пояс у меня это плюс 5 по москве я думал плюс 8 по гринвичу нужно писать но здесь получается от москвы плюс 5 если нет конечно не ошибаюсь своим часовом поясе но вроде как иркутск все правильно также применяем пишем пароль и все готово смотрим на часики и часики должны будут измениться что собственно и происходит время меняется значит мы все сделали правильно далее нажимаем устройство ввода клавиатура раскладка нажимаем настройка настроить раскладки и добавляем ту раскладку которая нам еще необходимо или некоторое количество которые вы собственно используете в моем случае это ру кирилльик поэтому и и я и себе добавляю комбинацию клавиш для переключения именно на нее можете не ставить можете поставить как вам угодно я же использую основное переключение опять же привычное с систем на базе microsoft windows либо alt control либо alt shift ну или какую-либо другую вы можете уже выбрать на свой вкус как бы можете windows space там ну или точнее superd space и так далее в моем случае это alt shift что собственно уже применяется как вы видите раскладка снизу справа меняется все хорошо значит мы идем верным путем меняем раскладку в проверке пишем привет привет значит все работает и это отлично также нажимаем мышь и изменяем скорость курсора если нам необходимо также можете изменить режим ускорения плоский или адаптивы плоский это без ускорения независимо от того с какой скоростью вы будете двигать мышкой адаптивный это если вы чем быстрее вы двигаете мышкой тем быстрее она будет ускоряться на моем случае почему-то это не работает поэтому можно оставить так как есть в принципе это неважно управление 5 от питанием я отключаю энергосберегающий режим монитора потому что мне это не надо я это использовать не хочу поэтому я это убрал далее запуск и завершение и уже опять же мы здесь в принципе были но одна настройка есть еще интересно которые опять же я использую это поведение и вход под определенным пользователем я не хочу постоянно водить пароль на одного пользователя потому что в этой системе стоит всего лишь один пользователь в который я нахожусь мы с женой пользуемся одним пользователем нас это устраивает поэтому автоматический вход в этом нет ничего страшного ну естественно плазма x11 потому что с nvidia на вайланде все может быть очень плохо поэтому x11 наше все включаем бумажник если вы вдруг его отключили как это было в моем случае я почему-то тыкнул его отключение хотя не заметил ну да ладно в принципе его включаем и все у нас происходит дальше как нужно далее поведение рабочего стола можем изменить так как вам необходимо я выключаю автоматическую блокировку экрана опять же мне это не нужно скрывать ни от кого ничего мне нет желания да и ничего в принципе поэтому вот такая вот у меня настройка далее уже переключаемся в терминал и устанавливаем фиш да можно зато саж и все такое остальное я же использую фиш поэтому я себе ставлю фиш ну и демонстрирую вам как это поставить и настроить поэтому привет фиш сюда пакман тиры с фиш вводим пароль рыбка наша ставится замечательная и дальше уже можно переходить к ее применению как стандартная уже оболочки терминала для этого вот эта вот команда на ваших экранах все что устанавливается в этом видео или применяется будет внизу ссылка на мой сайт и там будет все инструкции по установке или настройки может быть в расширенном варианте может быть сжатом здесь я пока не знаю но в общем все установки программ вы найдете по ссылке в описании опять же вот настроечка фиш фиш нижнее подчеркивание конфиг enter открывается браузер где мы можем изменить уже наш интерфейс работы вы видите некоторые предустановлены вы можете сказать конфиги что ли да или настройки если по-русски да можете выбрать любую подходящую нажав на нее и нажав set тем то есть применить тему и также вот вывод можете изменить опять же выбираете нужны нажимаете мышкой и называет нажимаете свет prompt все достаточно просто дальше просто закрываете браузер и все настройки применяются можете закрыть терминал открыть заново и все будет работать так как вам необходимо вы видите то что я для себя выбрал поэтому все работает именно таким образом как в моей основной системе теперь же открываем терминал и видим что у нас настройки фиша под изменились видим что цвет меняется на тот который мы выбрали и все замечательно нас это радует установка гид 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 клон нужен для установки приложений из ау если вы не хоть не хотите использовать все я и к примеру или какой-то другой установщик то можете использовать через гид клон для этого естественно нужно установить утилиту гид чем мы собственно сейчас и занимаемся это судопак монтеры с гид далее с помощью команды гид клон не забывайте писать и введенная ссылка эту ссылку можете найти в репозитории аур перейдя туда собственно в браузере написать я или то что вам нужно и устанавливать уже оттуда переходим созданный каталог этот каталог создается автоматически и пишем make pkg-si то есть make package создание пакета если переводить пакет создается устанавливается и далее уже можно использовать утилиту ну или установщик или пакетный менеджер как хотите называйте можете дописать опять же в комментариях как правильно это называть и и дальше уже через я и устанавливаем актопе что это такое мы далее узнаем я тоже знаю конечно но возможно и вы знаете но опять же мы посмотрим дальше как это выглядит и как им можно пользоваться здесь можно выбрать какой именно из них устанавливать деф это собственно в разработке гид не помню актопе это грубо говоря актуальная версия соглашаемся с тем что нам предлагают сделать хотите ли видеть вывод я не хочу его видеть поэтому устанавливаем не пишем далее спрашивают еще некоторые возможности да я все хочу после установки актопе пишем актопе видим его открываем и как вы уже видите на своих экранах это интерфейс для установщиков pacman это для тех людей которые не хотят использовать терминал но хотят устанавливать что-то для себя то есть для людей привыкших к грубо говоря интерфейсу ubuntu но или синаптика да это грубо говоря то же самое поэтому попробуем найти здесь какой-нибудь приложение тот же супер тукс там или к примеру консоль да вот она наша консоль кого видим что она установлена за нотик у нас также находится это можно почитать описание нажав на необходимый нам пакет это free fast пресет кос платформе first personal shooter то есть короче стрелялка ну да ладно теперь мы понимаем что это nexus а здесь нет насколько я помню его разработка уже прекращена по моему с 2016 до года если я не ошибаюсь renexus или rexus как-то так тоже не нашел но зато супер тукс и супер тукс карт на месте это замечательно это меня прям очень сильно радует можно будет установить и поиграть но с актопе в принципе вам все ясно поэтому переходим к дальнейшей установки а для этого нам понадобится магазин snap точнее для начала подготовим все это дело то есть установим пакет снабди а далее установим пакет snap почему он мне нужен да вроде как бы на арч ставить бунтовский snap ну какое-то такое за странное занятие есть одна такая интересная программка давно уже существует еще до времен современных вот этих вот всех ватсапов вайберов и прочего такого тлена называется она айси кью да да айси кью и к сожалению сейчас сделано так что не пиджин не что-то такое мною любимое я не могу использовать поэтому ну потому что там у меня аккаунты сделаны через номер телефона а к сожалению на данный момент на официальном сайте пока не имея нельзя установить создать точнее пользователя с логином и паролем только вход по номеру телефона а никто из предыдущих названных мною приложений это делать не может там только по логину и пароли вход поэтому приходится установить snap store собственно как он устанавливается и как добавляется в автозапуск вы видели опять же это будет в описании как это подробнее делается от магазин snap откроем его отправляемся за покупками ну конечно ради одного приложения ставить такую громоздкую фиговину но что поделаешь мне мне лично это необходимо вам может быть это и не надо а может быть и что-то пригодится опять же тут уже дело выбора дело случая до подождем пока она тут откашируется все загрузит нажимаем на поиск сверху слева глупо нарисовано пишем айсики и видим что наша замечательная любимая аська имеет возможность установки на arch тыкаем установить дожидаемся установки и можно использовать айсики также можно здесь почитать всякие комментарии то что приложение какое-либо устанавливаемым вами умеет какая версия какой объем она занимает пароль естественно потребуется для установки но и после недолгого ожидания мы видим что установочка начинается собственно вот она установочка пошла и закончилась но я тут конечно видосик подрезал но факт в том что она установилась можно дальше использовать что еще понадобится естественно наш старый знакомый яндекс браузер безусловно куда же без него то в наше то время поэтому я и тире с яндекс браузер в моем случае это бета потому что ну я почему-то решил что я буду использовать бету вы хотите можете просто яндекс браузер установить разницы в установке нет как вы видите совсем соглашаемся выбираем то что нам необходимо приступить к установке на естественно приступить я зачем-то установку запустил поэтому дождемся конца установки это будет процесс не быстрый мы подрезаем естественно его отдали нам потребуется что потребуется ffmpeg чтоб его найти нужно написать ей пробел тире с пробел яндекс браузер и нажать таб вылезет достаточно небольшое меню там выбираем ffmpeg кодек апдейт хук устанавливаем соглашаемся опять же с установкой и после уже завершения установки можно будет запустить яндекс браузер он появится у нас в меню приложений установка на данный момент недолгая естественно некоторые вопросы возникнут там внимание там таргет и так далее но на это внимание можете не обращать если процесс завершится успешно находим яндекс браузер и его запускаем после его запуска перейдем ну пожалуй на get computers да и посмотрим какой-нибудь видос на данный момент мы перейдем в яндекс дзене потому что но первом списке он у нас будет игровая железка на яндекс дзене если что это я тоже так что можете там чего-нибудь посмотреть это то же самое в принципе что и на ю тубе иногда может быть даже и раньше так что проверяйте периодически но собственно видос у нас показывают также можно выбрать разрешение необходимое нам включить даже включить звук если нам необходимо опять же эта функция растянуть на весь экран ну в общем все то же самое что и мы делаем с обыкномерными видосами даже можно по идее перемотать если сильно хочется а если сильно хочется то можно тут у меня конечно запись закалявила но к сожалению это заметил только после но да ладно вот видим что видосик воспроизводится все хорошо но на этом использование яндекс браузера на данный момент мы закончим он нам пока не пригодится далее что нам нужно конечно же конечно же установка настройка конки естественно опять же я и тире с конки здесь нажимаем tab и у нас вылазит выбор что я могу сказать здесь как получится у кого-то заработает конки луа кого-то заработает конки луа нв между прочим конки луа нв это для владельцев видеокарт nvidia но в принципе как нетрудно догадаться да поэтому нужно подобрать именно вам то что заработает запустится у вас и уже использовать это у меня естественно заработала конки луа нв потому что почему правильно потому что видеокарта nvidia также нам понадобится конки менеджер для удобной настройки можно конечно и без него но можно и с ним поэтому установку конки менеджера вы тоже видите на своих экранах я опять же установлю себе конки луа нв потому что она у меня здесь заработала и заработает в дальнейшем я тоже знаю до что она заработала в это еще не знали теперь знаете что она у меня заработала соглашаемся естественно с тем что необходимо согласиться и после этого уже можно запустить конки менеджер и приступить к настройке конки естественно покопаться в настройках это несложно и добыть кучу тем на конки в интернете это тоже в принципе несложно поэтому я думаю это я вам не буду описывать как и зачем что делается тут уже она вкус и цвет опять же да кому как нравится но если по дефолту то есть как вот без настроек запустить то это будет выглядеть вот что-то таким непримечательным образом тоже можно подключить допущим часики да в принципе можно вывести у себя на рабочем столе часики где-то примерно вот таким вот образом и всего так вот некрасиво будет смотреться но после настройки будет выглядеть примерно вот таким вот образом дополнительно настроим прознать прозрачность панельки с часами точнее не панельки виджета скажем тогда чтобы был прозрачники также можно некоторые настроечки ввести этом чтобы сеть работала как вы видели переместить там по экрану все это дело опять же все это в визуальной программе настраивается для тех кто не любит копаться в файликах конфигурации что-то там дописывать непонятное да неизвестное можно просто выбрать применить нажать применить нажать закрыть и посмотреть уже как это все будет выглядеть но с другим другой картинкой точнее это будет выглядеть так у меня же на основной системе все это выглядит немножечко по-другому но в настройке точнее в установке арчи вы видели как это у меня выглядит поэтому давайте взглянем на то как это у меня вот у меня вот таким вот образом если перейти в слышите си слэш конки и . конки . конф открыть этот файлик эта настройка у меня хранится вот здесь я просто ручками сюда докинул все что мне нужно именно вывод и также это сказать в горячем режиме это все можно изменять то есть примеру сейчас заменим слова температура на что-то другое и вы увидите то что это изменилось уже прям на лету скажем так меняем это слово сохраняем и видим что уже вывод немножечко другой вместо температуры видно то слово которое я написал заметно да ну поэтому можно все изменить дальше опять же все изменится но лично у меня такая настройка ну а выводы делать только вам